Сестры Это сон и прояву Бог Открывает людям, которые у нас здесь сидят сейчас Они глядят на меня и улыбаются Итак, я вам могу сказать Человек Вячеслав Вселенный Вячеслав Вселенный Он плохому вас не научит У нас такое впечатление Мы родились как будто бы друг для друга Мне 84, теперь сколько? 143 Смотрите, какая большая разница А вот мы его не замечаем И вот в любом вопросе, где бы ни было Он какой-то отзыв сделал только Я только сделаю, но я только сейчас так думал Он где-то что-то предпринимает Я только хотел сказать У нас единомыслие Единая колебалька молекулы идет Больше у меня в жизни вот такой близости Брат у кого-то через меня обратился Священник хороший Не пьяница, не крохомок Но нет этого А почему Бог дал утешение? Великое утешение И если уйду, то в первую очередь Он будет И прошу его гостолюбить и жаловать Сколько мы знакомы? Более 4 лет Ни грамма Ни одной минуты не было расхождения Нигде Что ты избран, но еще не проявилось Дальше Будьте внимательны, не дремите Дальше будет говорить батюшка с вами Наша завтра будет экзаменация Это только рекомендательный характер Мы голосовать будем С города приедут Вашей общины Советы Церкви А решать вы Официантин Мы вопреки наших решений Кажется один раз только Пошел один раз и тут же назад Увидел сразу, какая опасность Он сказал Раздевитесь Голосовать, чтоб меня там не было А то я на вас сильно доблю И поэтому дали так Вот я отошел А все на юг ушли, все на север Сегодня я работаю, в Босток, в Запад И отдельно решите характеристику на эту основу Допускать или допускать? И все однозначно ответили А у матушки работает У матушки она любезна Все делает Настя хороший человек И только она через год Говорит хорошо, чтоб меня не допустили Я была не готова Вот я себе даю характеристики Не доверяю Я доверяю Богу Через одного другого ответить Я ухожу Мы здесь опасно работали Деревы будут падать прямо на дорогу Мысленно помолиться Разреши Отечественность небесная Поддержим Полезно и безопасно И покажи И каким способом Избранные мы или нет Святые и твои Или просто желающие получить крещение И прощение грехов Тебе, Боже, хвала и слава Отечественный Святой Дух Аминь Аминь Вот человек Я каждому говорю Вот это делаю С областями Ему еще не говорю Смотреть внимательно Вещать хороший свет И смотреть на свои глаза Да такого никогда не бывало Почему? Мне на сердце положено Как он менялся Как пришел в это состояние И показал по каким параметрам По злобе По безразличию По невнимательности Только в глаза Себя обликни Так говорите? Да Да благословите Господь Я не учитель Но мне Бог открывает Что нужно делать С Татьяной приехал Иван Сын ее Я знаю И он креститься Как бы не планировались Не планировались Ничего не значит Коротко Тогда еще задерживать Послушайте Он идет куда-то Я остановил Кто такой Ваня А с кем ты приехал? Отец и отца нету Где отец? Сгорел Сгорел Как правило говорят Пил лишню И сгорел А мама где? А мама здесь И дальше он мне рассказывает А потом мама встретилась Если я не прав Подправите Он служил в милиции И был майором Правильно? Ну он вроде бы с наркоманами боролся И они его сожли живьем Там в нем был Поэтому этот мальчик требует Особого внимательного отношения Да благословите тебя Господь Понятно? Побудешь Обязательно креститесь И батюшки скажут Я голосую за него В десятью пальцев Вот какое дело Она не подала в суд То есть ее бы не было Она умно поступила И самое главное Она сделала для меня подарок Который ни один из приезжих Никогда не делал Двух голубей привезла Она Володе Который город для сестра И никто? Угу Так вы все Найди место ему Так прошу любить и жаловать Не надо быть особенно внимательным В чем-то подсказываем А вот что Видите как Приходит разворачиваться Один 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 Если работы нет, то по учителю ничего там не надо. Это может быть по учителю не надо вообще. Потому что если мало, я не смогу ни туда, ни сюда. Я просто нейтрально остаюсь и всё. Поэтому не вписывай никого. Ну или бы далее, не смотрю. Нет, я не работал. Поэтому я за, но по учителю ничего не надо. Так, по вопросу. Хорошо, Игнат, текст подметил. То, что в суд не подавали, жизнь себе сохранили. У нас при храме цыгане, они там постоянно деньги просят. Я там во время вставал и всем прихожанам болит. Да нельзя им давать деньги, это грех. У меня прихожане там возникали. Пока в канун есть, что если в округах в оградах храмы кто-то просит, у них должна быть специальная грамота архиепистка, то, что они нуждаются. Ну хотя бы от священника должен быть, от священника проверить. Тут цыгане. Она пришла, всех заворожила в храме. Как заворожила? Она вот идет, там впереди, она может. Богослужение, она вот так идет. Когда все стоят, на ней все смотрят. Она поклонится, поцелует и вот так отходит назад. Она делает заворожение всех. Чтобы все к ней так относились особенно. И там сядет где-нибудь на выход. И люди идут, в той части только очищены, ты должен быть от грехов. Потом причастился. Сразу идешь и грех делаешь. Отдаешь ей деньги. А она не работает ничего, это у нее заработок. Я начал бороться с этим. Оказалось, что начал бороться, а потом понял, что это меня жизнь не уважает. Они же там целые кланы. Они меня проклинать стали. Другому рассказывали. Ну и не стало бороться больше. Сказал только прихожанам, что нельзя давать. И в итоге там несколько души сказали. Я чувствовал, что это неправильно. И Ханон подтвердил. Он сказал, благодарю. И до сих пор хоть благодарен за то, что все очень советовал. А остальные, им разницы нет. Им важно, что он их на сердце в данный момент. А не на сердце копейки какие-то дать. То есть постоянно поддерживает человека во грехах. Никакой нет заботы о спасении души. То есть это неверие. Потому что если ты думаешь о вечной жизни, своей и для этого человека, то как ты можешь оставлять его в этих грехах, давая ему задачу? Никак. Значит, неверишь. Неверие, оно так, как является. Мы смотрим в вечность. Как это все будет смотреть в вечность? Священники неверующие, дископы неверующие. Много. Большинство. Прихожане неверующие. Это все... Это то состояние, с которым вы будете... Вы сами знаете, будете постоянно пребывать на нем. И не надо удивляться этому. Никто вере никого не учил. Даже здесь. Я себя тоже знаю. Я себя считал самым верующим человеком. Десять лет я там ходил, появился, прочищался, всех своих отцовок, все пересчитал. Встретился с Игнатем Тихо, с общим, и понял, что я вообще не верующий. То есть реально я не поступаю так, как будто меня... Как будто будет страшный суд. Как будто Бог постоянно за мной следил. Да, какие-то ты формы знаешь определенные. Хотя я тоже... И в принципе... И грехи ты можешь поделать в принципе. Я оказался на каждой грехе искренне. Все мои испорди были искренны. Все до одного почти со слезами. Были. Но все равно ты потом опять падаешь и в душу берегу падаешь. Ничего не менялось. Да, девочки говори? У Николая Ставкова какое его отчество? Так напиши, Николая Ставкова. Помнишь? Александр? Да. Александр Ильич. 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 Вот так вот. Ну вот тут, кстати, вот Георгий, может расскажешь, как ты обратился к Богу в Роскале. Короче, полезно будет послушать. Ну сюда. у нас время много целый день я вообще вырос в семье моя мама учительница моя мама была учительница у меня две сестры еще младше меня и мама нас воспитывала так, что все знакомые нас считают порядочными людьми у меня нету врагов, я хороший, жил себе, семья, жена, дети, все нормально за мной такой шлем грехов тянется, столько я полности совершил, столько плохого в жизни совершил и меня жило это, видимо, Бог воздействовал через совесть, тогда еще через совесть на меня и это обжигало меня я потихоньку где-то смотрел проповеди по первому каналу по телевизору в 9 часов, по-моему, слово пастыря сейчас он уже патриарх, раньше митрополитом был Кирилл, его слушал потом больше-больше Ткачева, Стеняева, как-то, ну, слушал, интересно, иногда извертка иногда кран подел, женился, значит, я сначала крестился, не крестился, мне лоб помочили крестился путем мочения лба, потом думал, когда женился, думал, все как положено, надо жениться ну, сватов заслал, как по древнему русскому обычаю, сватов, потом венчание было ну, а как венчание, неверующие люди, как, чисто символически, как мы крестимся в основной массе своей как мы крестимся, так же венчались, ну, прожили жизнь и меня вот это все жгло, мои грехи меня отжигали и я случайно встретил Игнатия Тихоновича в интернете и у меня все, все зашкалило, все у меня перелыкнуло и я спать вожусь, у меня наушники в ушах телефон на этой батушке засыпаю просыпаюсь, сразу включаюсь, слушаю настолько вот коснулось меня проповеди Игнатия Тихоновича и я был, ну, как, я был предпринимателем где-то около 30 лет я был предпринимателем ну, успешно, не успешно, но, тем не менее, я выдержал многие годины испытаний вот это 90-е годы, лихие 90-е, я прошел по полной программе, как предприниматель моя семья под обрезами стояла, мне бандиты счетчик включали счетчик это такая штука, когда утром ты просыпаешься утром просыпаешься и понимаешь, что сегодня ты должен намного больше, чем должен был вчера вечером и так каждый день, вот в такой последовательности я не спился, не скололся, не убежал, не застрелился как другие это делали в таких ситуациях а тогда много ловили в больницы, я все отработал я большие деньги отдал, очень большие вещи с 4 миллионов, меня на 4 миллионов поймали с 4 миллионов я отдал 16 миллионов тогда это большие деньги и мне было настолько интересно предпринимателем работать потому что сам себе придумаешь вот это и когда коснулись меня пропасти, пропаги Игнатия Тихоновича я понял, что я неправильно живу я не то делаю, я вообще, ну я не понимаю, что я делаю ну как я живу, зачем я так живу сразу же смысл пропал а я еще к тому времени, ну вот предприниматель у меня ну два магазина было, один мне сожгли в 2014 году один остался, ну и один магазин мне приносил хороший доход у меня бизнес стабильный, жена рядом за магазином смотрит, у меня времени много свободного я был, я служил в пограничных войсках и в своем городе создал общественную организацию это ветераны пограничники я ее возглавил и больше пяти лет возглавлял эту организацию ну у меня какой-то талант такой проявился я сам не ожидал ко мне начали стекаться люди я находил слова, чтобы собрать тех мужиков которые уже возрастные казалось, зачем им это надо а как-то их вот заинтересовывал более пяти лет я возглавлял эту организацию ну у меня время есть свободное надо чем-то заниматься еще но пограничников собрал давать детей собирать создал военно-патриотический клуб с детьми занимался потом совет отцов в город собрал такую активную деятельность совет отцов в городе затем ну Донбасс вот события на Украине Донбасс я собирал гуманитарную помощь и возил туда на Донбасс сам три раза в 16, 17, 18 годах и совет отцов активно участвовал и стал председателем совета отцов Кузбасса всего Кузбасса я был в городах Кузбасса есть советы отцов и совет отцов Кузбасса их возглавляет и я был председателем дальше стал член президиума федерального совета отцов приуполномоченном при президенте России по правам ребенка в общественной палате заседал два раза в Москву ездил такая бурная у меня деятельность была юна армия создалась юна армия я стал начальником городского штаба юна армии потом стал помощником главы города по военно-патриотическому воспитанию и когда я увидел проповеди Игнатия Тихоновича Господь во мне открыл вот это что я не так живу я не то делаю я не тем занимаюсь у меня жена вот всю мою жизнь она регулярно за голову хваталась куда тебя несет остановись остановись постоянно что-нибудь да куда-нибудь я иду в каком-то направлении туда 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 она говорит когда ты уже остановишься а тут раз меня Господь остановил и магазин у меня продуктовый мне не надо мне никто не говорил меня никто не стыдил мне никто не внушал я меня Господь коснулся и я понимаю если я верующий ну я верующий или не верующий я себе задал вопрос если Бог есть мироздание как как относиться к мирозданиям как как вот это все появилось как и вся моя жизнь она как-то напрямую где-то косвенно связана с Богом и я видел проявление вот его в моей жизни каким-то образом вспоминал это все и настало такое время когда я просто магазин магазин торгую там пиво есть сигареты мне никто не говорил мне просто совесть поджигала да как как же я пивом торгую это орудие дьявола сколько людей дигнет за этого я беру пиво убираю просто с продажи убираю выручка упала убрал сигареты и все я банкротен полностью банкротен все торговли нет выручка вообще упала жена рем придет ты говоришь ты что творишь ты с ума сошел остановись как мы жить то дальше будем магазин все закрылся продавцов распустил все как дальше жить а я на бога упала я настолько был уверен что господь меня не оставит что господь меня поведет в сентябре ну один месяц я ни копейки не заработал вообще нисколько не заработал без денег сижу я ездил искал работу ну какую работу думаю какую мне нужную работу чтобы людям хорошо делать чтобы от моей работы польза была ну на хлебовозку пекарня у нас в городе пекарня есть я их все знаю они меня все знают и я проехал по пекарням водителям хлеб водить места заняты телефон есть если что мы тебе позвоним думаю куда еще пойти чтобы водить дела какие то делать чтоб работа такая была у меня никак попало пошел на скорую помощь в скорую помощь пришел там много машин я говорю водителя там знакомые тоже есть свободных мест нет телефон есть и что мы тебе позвоним и тут вдруг неожиданно я не ждал мне мой знакомый звонит и говорит тут на одно предприятие водитель нужен на газели у тебя есть знакомый водитель я говорю есть говори телефон он мне говорит телефон я прихожу меня сразу берут собеседование сразу взяли и я приехал перед этим я сюда приехал крестился уже как положено потому что я не был крещен я был ну обманом разыгран это то что сейчас право называется крещением это просто розыгрыш увыгнитесь вас разыграли вот я узнал об этом я приехал сюда крестился тут был тут был тут был как церковно-приходской совет также собрался вопросы задавали мне аж тяжело было отвечать но ответил и не 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 все сто процентов про меня за меня проголосовали но и были кто сказали нужно подождать но тем не менее большинством голосов меня одобрили рекомендовали ко крещению принял крещение здесь же в 19-ом году и у меня жизнь изменилась сразу у меня появились братья и сестры в крещении такая радость такая радость общения в интернете это несказанно это люди которые по другому думают по другому мыслят по другому разговаривают это настолько все необычно и то что та жизнь в которой я жил непутевая безбожная жизнь хотя казалось бы про меня и газеты писали и по телевизору показывали и везде везде приглашали на встречи на беседы настолько активно а такой я глупостью занимался ну например военно-патриотический клуб я детей воспитывал ну чему их учил ну бегать прыгать метать гранату красиво ходить строевым шагом собирать разбирать автоматик калашникова стрелять из него все это умеют совершать меня в армии этому научили и я себе задаю вопрос вот кто чему я их учил что их остановит от курения от выпивки от наркотиков от вранья от воровства от измены женам мужу от супружеской семьи что их остановит и из того чему их учил это ни на что не повлияет вообще ни на что не повлияет те девочки которые у меня отличницами были в клубе я сейчас смотрю они ходят по улице в открытую курят ну смысл чему их учим учил их патриотизм что такое патриотизм в конечном счете патриотизм это быть готовым идти убивать и быть убитыми это конечная цель патриотизма а тут же вопрос следующий а что их остановит от вот этого от янцева от воровства от наркотиков от курения что детей остановит что молодого человека может остановить я долго искал вопрос а потом нашел у меня озорило осенило это же так просто страх божий больше ничего не остановит ничего не остановит от супружеской измены ни дети не остановит ни совесть ничто не остановит когда в страсть в тебе играет все все заглушено все остальные чувства заглушены я это сам думаю стыдно да и и вот когда есть у человека страх божий страх божий когда ты знаешь что после смерти ты будешь отмечать за то что ты сейчас делаешь что ты в своей жизни делаешь ты за это ответишь по полной программе и там хихихаха не будет там будет страшно там будет настолько страшно там никакой браваты не будет некоторым разговаривают да я знаю что я в ад попаду про хихих я говорю подожди там тебе не до смеха будет у тебя сейчас есть время покаяться только сейчас здесь и настолько меня это осенило вот это понимание и самого коснулось страх божий меня коснулся я понимаю что все что я дальше буду делать после крещения крещением я очистился от всей поганой жизни своей предыдущей я очистился от всей грешной жизни и сейчас моя главная задача не совершить греха не совершить не допустить греха потому что я понимаю тот который за нас просил он это сделал единожды однажды и второй раз я